Привет, это канал I Like Pet. В этом ролике мы расскажем вам об особенностях содержания собак-подростков. Подростковый период – сложное время не только в жизни человека, но и собаки. Как и у людей в организме животного, происходят гормональные изменения, из-за чего питомец начинает вести себя непослушно и своевольно. Поэтому важно правильно воспитывать и социализировать любимца в этот период. Итак, представляем вам 5 особенностей содержания собак-подростков. В подростковый период собаки часто перестают слушаться своих хозяев. Многие владельцы, сталкиваясь с этой проблемой, начинают очень строго вести себя с питомцем, думая, что иначе потеряют над ним контроль. Но такой способ неверен и даже опасен. В подростковом возрасте психика собаки очень неустойчива, поэтому излишняя строгость может привести к необратимому изменениям в поведении или затяжной депрессии питомца, которая в свою очередь может привести к другим проблемам со здоровьем. Если у вас собака-подросток, увеличьте время прогулок с ней. В подростковый период лающему другу нужно больше гулять, чтобы выплескивать свою энергию и удовлетворять потребность в общении и исследовании мира. После длительных прогулок питомец будет спокойнее вести себя дома. Не забывайте включать в каждый выгул с собакой-подростком элементы игр и дрессировки. Специалисты советуют переводить собак-подростков на двухразовое питание. Также важно включать в рацион питомца больше минеральных веществ и витаминов. При составлении рациона для собаки-подростка обратитесь за помощью к ветеринару. Врач поможет вам составить идеальный рацион именно для вашего питомца. В подростковый период хозяин должен уделять особое внимание воспитанию, дрессировке собаки. Необходимо продолжать разучивать новые команды, даже если кажется, что питомец забыл все старые. Легкий кросс, игры с другими собаками, упражнения по общему курсу дрессировки, разучивание новых команд. Вот необходимые упражнения для физического развития лающего друга в этот период. Не забывайте учитывать физические изменения питомца в подростковый период. Из-за активного роста собаки излишняя нагрузка может негативно отразиться на ее суставах. Не следует давать питомцу возможность прыгать и бегать по лестнице, так как при растущей массе костика связки собаки еще недостаточно окрепли. Лучше заменить эти активности легким кроссом и общими упражнениями из курса дрессировки. Таковы основные особенности содержания собаки-подростка. Помните о них, будучи владельцем лающего питомца в подростковом возрасте. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!